Почему отключение света в Кыргызстане может быть неизбежным? Наша страна переживает энергетический кризис, а реальных выходов в ситуацию очень мало. Если бы в марте этого года наши власти не купили электричество в долг у Узбекистана и Казахстана, то властям пришло бы вводить верные отключения. В это очень сложно поверить, но это слова министра энергетики. Власти боятся говорить о верных отключениях электричества. Но на самом деле даже в этот отопительный период в некоторых частях страны свет отключали как по графику. Без тепла и света жители новостроек под столицей Кыргызстана жалуются на отключение электричества каждый день на несколько часов. Жалобаде с местным населением подписали договор, чтобы они меньше пользовались электричеством с утра и вечером. Согласно договору абоненты обязаны ограничить и использование электроприборов с 6 до 9 вечера и утром с 8 до 9. Но никто не соблюдает эти требования. Под Бишкеком даже вышли на митинг и начали сжигать шины машин. Дело в том, что мы достигли рекордного потребления электричества. 73 миллиона киловатт в сутки. Наша страна не может покрыть текущий спрос на электричество, особенно в отопительный период. Выход один. Пока покупать электричество у соседних стран и то в долг, потому что в бюджете нет на это денег. Другая важная проблема, почему верные отключения могут быть неизбежными, это износ оборудования. Степень изношенности оборудования у энергокомпаний на максимальном уровне. Им не хватает ресурсов для ремонта энергокостанций, для ремонта энергопутей. В свою очередь население жалуется на высокие тарифы на электричество. Другая очень серьезная проблема – это маловодие в Токтагульском водохранилище, где нормой считается 17 миллиардов километров воды. Сейчас там всего лишь 8 миллиардов километров воды. И если там будет меньше 6 миллиардов километров воды, то станция просто не сможет работать. Именно Токтагульское водохранилище помогает обеспечивать электричеством 40% населения нашей страны. Последний раз, когда в Токтагульском водохранилище было так же мало воды, это был 2007-2008 года, тогда властям пришлось вводить верные отключения. И это стало одной из причин второй революции. Когда в стране такие серьезные проблемы казалось бы такой элементарной вещью, как электричество, то это отпугивает также инвесторов и бизнесменов. И это очень негативно сказывается не только на социальной жизни населения, но и в целом на экономике страны. Что мы имеем в итоге? Огромную изношенность оборудования, маловодие в Токтагульском водохранилище и отсутствие денег в бюджете на покупку электричества у соседей. Все эти три вещи говорят о том, что верные отключения нашей страны могут быть неизбежны. Но о проблеме электричества и энергетическом кредите в нашей стране говорят очень давно. Но ничего не было сделано. Поэтому каждым годом эта проблема становится все хуже и хуже. К сожалению, выхода из ситуации не так много, но решения есть. И о них мы поговорим в следующем выпуске.